МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...попал в аварию. Откат от автоинспекторов. Нетрезвый водитель задним ходом уезжал от полиции. И крупная авария при въезде в Казань. Все произошло очень быстро. Что стало причиной? Это и не только прямо сейчас. Ехал, не обращая внимания на другие автомобили, а после аварии уснул. Водители Мерседеса, столкнувшегося с Киа-Рио, на Горьковском шоссе смогли добудиться только приехавшие на место происшествия автоинспекторы. После проверки на алкотестере стала понятна причина такого поведения мужчины. Динара Камалова продолжит. Я готов. Это очень много. Это очень много. Это не просто? 1,194, что ли? Это уж серьезный парень. Причина столь странного для окружающих поведения водителя Мерседеса стала ясна после теста на алкоголь. Судя по результатам, выпил мужчина очень много. Про отказы мочевицев. Он выехал с заправки и, не обращая внимания на едущие по Горьковскому шоссе автомобили, резко пересек правый ряд. Выехал в левый, прямо перед идущей там Киа. Избежать столкновения автоледи не смогла. Я его абсолютно никак видеть не могла. Он, получается, подрезал тех, кто ехал в первом ряду и выехал ко мне. Все, я в него врезалась. У меня задымилась машина, вылетели все подушки. Я выбежала из машины. Спасибо, есть очевидцы, люди выбежали мне помогать. Вызвали сразу сотрудников дорожной службы. После удара девушка пришла в себя, что не скажешь о водителе немецкой иномарки. Судя по всему, мужчина находился в бессознательном состоянии. Он очень долго не приходил в себя. Мало того, у него машина стояла на букве Д, по-моему, или как. То есть у него машина продолжала даже двигаться. Уже даже когда приехали сотрудники, они не сразу смогли его привести в чувство. Потом он проснулся. Вот сейчас будут выяснять обстоятельства. И, судя по всему, он лишен прав. Подтвердить или опровергнуть эти слова мужчина не смог. Теперь водителям «Мерседеса» грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Динара Камалва и Ратназипов, Азат Самигулин. Вызов 112. А в Актанышском районе водитель, поведение которого на дороге инспекторы сочли неадекватным, попытался их обхитрить. Уезжая от преследующих его полицейских, он не придумал ничего лучше, как остановиться и поехать обратно. Причем задним ходом. О причинах Лина Зинатулина. Он без каких-либо видимых причин выезжал на встречную полосу, создавал аварийную ситуацию, угрожая безопасности других участников движения, чем и привлек к себе внимание сотрудников автоинспекции. Экипаж решил проверить водителя «Лады» 99-й модели. Но оценить состояние мужчины оказалось не так-то просто. На просьбу остановиться водитель не реагировал и продолжал движение. Тогда автоинспекторы продолжили погоню, включив проблесковые маячки. В какой-то момент водитель «Лады», видимо, решил перехитрить сотрудников автоинспекции. И при въезде в село Актаныш начал двигаться в обратном направлении. Но задним ходом. Причем довольно резво. Система позиционирования, которой оснащен полицейский автомобиль, показывает, что скорость достигала 30 км в час. Но экипаж настиг его. За рулем оказался 40-летний житель села Актаныш. После проверки на алкоголь, результат теста превысил норму почти в 7 раз. Нарушителю теперь грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет. Лена Динатольевна, Динара Камалова, Вызов 112. Скользкая дорога и внезапное появление пешехода вынудило водителя «Опеля» направить автомобиль на остановку минувшим вечером на улице Серова. Иномарка все же сбила женщину и застряла в кустах, вылетев с дороги и лишь чудом, не задев никого еще. Рамин Шайдулин вспомнил, что ровно два месяца назад на этом же самом месте и при таких же обстоятельствах погибла молодая девушка. Все произошло в вечерний час пик. Людей на остановке и тротуаре было много, но увидеть человека на «Зебре» 24-летний водитель «Опеля», видимо, не ожидал. Как-то прокомментировать случившееся отказался. Ситуацию попытался прояснить его знакомый. От удара он шел из-за этого, он сейчас на обочине. От удара ушел. Людей не было? Людей не было. Просто как скорость? А остановок, потому что эти люди здесь стоят. По его словам, водитель иномарки увидел пешехода на «Зебре» в последний момент и, чтобы не сбить человека, вывернул руль вправо. Автомобиль вылетел с дороги и остановился лишь после столкновения с сугробом. За автобусом она выбежала. Но наезда на человека этот маневр избежать не помог. В результате происшествия 49-летняя женщина получила ушибленную рану левого локтя и ушиб мягких тканей грудной клетки. К слову, похожий случай произошел на этом же пешеходном переходе два месяца назад. Вечером 19 декабря водитель «Форда Фокус» сбил девушку, переходившую дорогу в метре от «Зебры». Она скончалась спустя несколько часов в больнице. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Азат Самигулин. Вызов 112. Занесло на снежной дороге. Именно плохие погодные условия, по версии водителей, стали причиной крупной аварии при въезде в Казань далеко от поста «Малиновка» сегодня утром. В результате один человек пострадал, три автомобиля получили повреждения, два из которых вряд ли целесообразно восстанавливать. Альбина Минибаева была на месте происшествия. Сдорожные условия такие, девушки. Все есть в дорожных условиях. Мои мнения такое. Снежные заносы и плохая видимость, по мнению водителя «Газели», не стали причиной аварии. Мужчина рассказал, что двигался в сторону Казани. Ехал осторожно, скорость, говорит, не превышал. Но недалеко от поста полиции «Малиновка» при въезде в город водитель потерял управление над своим автомобилем. Машину стало заносить, виляя из стороны в сторону. «Газель» покасательный заделал «Ладу Приора», движущуюся в том же направлении, но на соседней полосе. Все произошло очень быстро. Никто ничего не знал. Никого регистратора, никого ничего нет. Вот из камеры будем смотреть по камерам. Но на этом череда столкновений не закончилась. Не успели водители выйти из своих автомобилей, чтобы поставить аварийные знаки, как в «Газель» въехал «Шевроле Круз». Я не смог остановиться и врезался в машину «Газель». Несмотря на очень сильный удар, водитель иномарки отделался лишь легкой царапиной. Помощь ему оказали прибывшие на место медики. А вот его пассажирку, 70-летнюю женщину, госпитализировали в 12-ю городскую больницу. По словам очевидцев, она жаловалась на боли в плече. Ни в одном из автомобилей не было видеорегистратора, поэтому устанавливать виновника случившегося будут по записям с камеры видеонаблюдения, установленных на данном участке дороги. Альбина Минебаева, Нафиса Минязова, Динара Камалова и Константин Бушуев. Вызов 112. Два человека погибли, трое госпитализированы в результате столкновения двух легковушек на 79-м километре дороги Чистополь-Нижнекамск. Ниссан Ноут и Лады 10-й модели столкнулись лоб в лоб. Нафиса Минязова с деталями. Автомобили после столкновения разбросало по обе стороны дороги. От сильнейшего удара они превратились в груду искореженного металла. Потерпевших пришлось доставать, используя гидравлические ножницы. Водители скончались до приезда скорой помощи. Возгорания не было. Наши действия достаточно страдавших. Друга водителя, что Ниссана, что Лады, на них не было безопасности. Еще они, может, умерли. В Ниссане подушки сработали, они даже не помогли. Водитель Ниссана ехал один. Десятки было пять человек. Двое пассажиров пострадали не сильно, а двое других с множественными травмами доставлены в больницу. Врачи сейчас борются за их жизнь. Состояние остается тяжелым. Больные также пока находятся в реанимационном отделении. На сегодняшний день запланированы ряд обследований и консультаций с ведущими республиканскими клиниками. В дальнейшем будем смотреть или проводить дальнейшее обследование лечения на нашей базе или перевод в РКБ. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства дорожного происшествия. Одной из причин дорожно-транспортного происшествия усматривается ухудшение погодных условий. В связи с этим обращаемся ко всем водителям, быть предельно внимательными, выбирать скорость и сходя из погодных условий. По предварительной версии водитель Ниссан Ноут, не справившись с управлением, выехал на сторону встречного движения. На ФИСА, меня зовут Наталья Лушникова, Максим Лепин, Вызов 112. Ловили рыбу в неположенном месте. Полицейские Лабуги задержали шестерых мужчин. Они рыбачили неподалеку от Нижнекамской ГЭС. Ловля в этом месте запрещена, поскольку опасна для жизни самих рыбаков. Несмотря на угрозы, они продолжают выходить на лед. В этот раз среди них оказались жители Нижнекамска, набережных Челнов и Лабуги. На задержанных были составлены административные протоколы за нарушение правил регламентирующих рыболовство. Им грозит штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.